итак всем привет сегодня замена передней пружине пружины на вектор 7 года 1.9 city di очередной год перед всех осмотром казалось сломанная пружина прошлом году задняя сегодня в этом передние что нам для этого нужно домкрат подставка пружины для стяжки стяжка для пружин сама пружина новая для начала отпускаем не подомкрачивая отпускаем болты в том числе секретку только отпускаем чтобы было проще открутить затем подомкрачиваем когда колесо освободиться отпускаем болты полностью снимаем колесо поводу домкрата у меня есть два домкрата это оригинальный домкрат который принципе долго складывается долго раскладывается и крокодил для если посмотреть на крепление подставку для домкрата то они разные соответственно в данном случае вставляется вот сюда соответственно дан домкрат он может изменить форму то есть попортить до этого я вставляю деревянные подложки и потом кратчиваю когда потом кратчу установлю опору так домкрат установлен здесь видно деревянные маленькие бруски которые не дают сформироваться опоре кузова подставил стойку желательно ставить найти место которое будет уровня лонжерона не ставится желательно под рычаг нежелательно не ставить под рычаг оставить это место которое имеет стабильное крепление жесткие и подвижные теперь можно снимать колесо по поводу пружины вот и злом соответственно когда мы данная оболочка будем ставить на пружину точно также оболочку нужно поставить в торец с пружиной чтобы облицовка садилась в чашки опиралась в нишу и не давала самой пружине тереться о чашку то есть где где заканчивается ниша здесь упор где заканчивается чашка образуется концентрация напряжений если там будет пружина без оболочки соответственно она там будет больше всего упираться получится сотрется будет ржавчина и получится излом моя пружина еще раз вот она так колесо сняли пружина вот она болтается обломанный кусок так выглядит пружина на моей векторе у меня заниженная подвеска версия сырой что мы делаем следующее защищаем болты которые нужно будет открутить то есть это болт стойки два болта стойки верхние болт солдата солдатика в принципе все в данной ситуации но еще можно страховаться если не получится достать зачистить зачистить и забрызгать ВД крепление для шланга тормозной системы фыркаем здесь 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 и здесь нужно чтобы болты пошли с другой стороны тоже сделать так значит запоминаем что болты крепления стойки расположены шляпками вперед для того чтобы грязь попадающая летящая не забивала резьбу и так я болты отпустил значит гайки все под размер головки 19 так нет на 19 18 18 и болты и болты тоже и болты тоже значит так в данном случае чтобы открутить нужно чем-то поддержать это может любой ключ не обязательно должен быть накидной может рожковый значит насчет болта точнее гайки солдатика несколько раз желательно зачистить несколько раз зафыркиться подождать как можно дать шанс ржавчиной отступить потому что если сразу не сорвется то могут быть проблемы с откручиванием так как если солдатик раньше откручиваем то у него под рожковый ключ во-первых нужен тоненький рожковый ключ чтобы туда подлезть и не всегда это получается сделать то есть тогда нужно будет вплоть до того что придется менять сам солдатик так как его не открутить и иногда приходится срезать но если зачистить резьбу дать подождать и правильный ключ подобрать то проблем не должно быть ну вот в моей ситуации получилось так что болт стал проворачиваться вместе с гайкой и соответственно не нужно было поставлять рожковый ключ за кронштейном у болта есть специальные фаски для ключа для такого случая то есть если я вращаю болт точнее вращаю гайку и вращается ключ так как вращается болт значит все просто ставил ключ ключ упирается в чашку нижнюю и гайка откручивается без проблем и так палец солдатика откручен так вот он фокусируется так вот он выглядит вот здесь срезы для ключа рожкового который можно сорвать очень легко то заодно когда открученный одной рукой взять за сам солдатик пальцами за болт и попробовать пошевелить его в продольном направлении направлении болта если то есть так он вращается так он должен вращаться это его работа но не должно вращаться не должно быть люфта в таком вот направлении то есть вовнутрь и наружу то есть если люфта нет все хорошо это заодно когда открутили можно проверить нет ли случайно биения то есть менять не надо в моем случае все хорошо значит откручивая болты совет использовать рычаги то есть чтобы не не побить руки не пацаны не поцарапать пальцы берем трубу если надо на вороток второй ключ чтобы не держать рукой упираем во что-то можно его придерживать придерживать чтобы он не соскочил но не то есть просто держать чтобы он не ушел туда соответственно тогда будет без проблем возможно открутить но в данном случае он и сам держится вот он срывается если его то есть надо держать то есть двумя руками держать перед скручивать без проблем когда когда гайки откручены как вытащить болты значит сначала нужно за сам болт покрутить то есть чтобы он не было не сидел в креплении вращался то есть его ничто не держало значит следующее мы берем молоток если посмотреть значит простым ударом выбиваем но правильно сделать гайку не откручивая до конца то есть чтобы остался часть болта осталась снаружи то есть если здесь бить по этому болту то можно случайно не попасть или болт сразу не пойдет сорвется и можно попортить резьбу потом гайку не накрутишь в данном случае резьбу мы не попортим но если что-то и сорвется то откручивая гайку мы ее почистим мои болты уже прокручены то есть вытягиваются без проблем вылезли все в порядке осталось снять тормозной шланг и откручивать верхнее крепление стойки чтобы снять провода тормозной шланг значит нам нужно снять крепление шланга то есть то есть данная вилка значит ее сначала немножко расшатываем образуется зазор вот здесь вставляем отвертку и вытягиваем и вытягиваем опять же было правильно зафыркать сначала вод чтобы он отошел откис отвертку 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 шланг выйдет в прорезь значит чтобы снять данный провод контактную группу нужно одной рукой надавливать снизу то есть его нужно поднять вверх здесь язычок его нужно вдавить вдавливать не сильно так как он пластмассовый чтобы его не сломать то есть в меру давим и с одной с другой стороны его отжимаем то есть отверткой поджимаем кверху когда он пойдет то есть он уже будет шататься значит можно для этого ставить опять же болт обратно чтобы можно было делать какой-то упор вот он уже вот он пошел язычок я уже отжал когда язычок отошел он вылез то есть вот вот этот язычок так вот этот язычок который нужно отжать когда я его отжал опять же его для начала до этого фырнуть вдшкой чтобы ржавчина разъелась немного и так провода шланги соединены для того чтобы снять пружину нужно снять стойку чтобы снять стойку включим крепления два болта палец палец и верхние крепления с нижним готово когда болты сняты тогда монтаж тверткой даже тверткой оттягиваем и отсоединяем от ступичного кронштейна стойку так для того чтобы снять стойку значит у нас 4 болта значит три одинаковых и центральный болт значит что можно сделать два варианта отпустить шток амортизатора полностью открутить то есть он свалится вниз но тогда теоретически пружина будет разжиматься и когда на последнем витке когда останется последний виток включая гайку давление пружин все еще будет значительным просто может попортить последний виток и потом будет тяжело наживить гайку значит для этого сначала отпускаются центральный болт для того чтобы просто отпустить его пока он стоит в машине для того чтобы не болтается открутить до конца нужно будет уже когда присняты муризатор приснятой стойки для того чтобы до того как сняли сначала нужно просто отпустить и также потом отпустить открыть полностью три болта стойку снять и открутить до конца центральный болт для того чтобы открутить стойку я использую 10 миллиметров головку значит головка у меня не оригинально то есть непростой шестигранник а немножко вогнутой но в данном случае должен болты для болтов нужна специальный ключ благодаря тому что болты не разношенные то есть это скажем эти болты еще не откручивались соответственно этой головкой даже не стандартной у меня без проблем отпускаются но нужно быть аккуратным для того чтобы ставить ключ ровно не сорвать так как размер правильный но он не полностью охватывает шлицы болта для того чтобы открутить центральный болт значит там стоит гайка гайку откручиваем головкой на 21 значит откручивая просто можно взять голову с скажем с воротком и открутить но чтобы его сорвать достаточно для того чтобы открутить позже нужно вставлять шестигранник шестигранник в данном случае звездочка у меня получается Т50 вставляю звездочку вставляю ключ на звездочку накидываю головку восьмерку в данном случае сверху идет вороток у данной головы если его вороток не взять я зажимаю маленьким газовым ключом и отпускаю воротком держим чтоб не прокручивался шток облак а заплак убежал головку сбежал ускала буквы и вороток у нас убежал головку вращается шток вместе с гайкой Берем газовый ключ, зажимаем и откручиваем. Отпустить можно просто воротком, но для того, чтобы позже открутить, начинает вращаться шток. Когда болты откручены, остается один болт. Открученный практически держит стойку, то есть одной рукой нужно брать стойку, чтобы она не упала, чтобы вниз не оборвала провод или шланг, и отпускаем до конца. По поводу посадки, здесь видно след от шайбы, в данном случае, когда будем устанавливать на место, нужно стойку сместить немного к центру машины, для того, чтобы болты заняли положение немного смещенной от центра. То есть, в данном случае, мы стараемся не сбить, вернуть прежний развал схождения, точнее не схождение, а в данном случае развалку. Итак, моя стойка, центральный болт, сфокусировался, значит, и вот пружина. Вот, значит, это место излома, вон, 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 значит, пружина внизу ставится в чашку специальной пластиковой оболочки, для того, чтобы железо не терлось железо об железо, скажем, пружина об чашку. Но, так как чашка имеет такую форму, значит, в данном случае, место трещины пружины, когда пружина перестает упираться в чашку и уже практически находится на весу, как раз в данной точке излома получается концентрация напряжения. Но, что способствует концентрация или первоначальное, скажем, пораживение, сложно сказать. Получается так, что в данном случае сам пластик, который, чем покрыто пружиной или что-то силикон, он также порванный, соответственно, вся пружина, она видно, цельная, покрыта, что-то наподобие пластика. А в том месте, где ржавчина, там его нет. Так что, будем менять. Значит, что для этого надо? Стяжки. Одна. Где у меня вторая, и вот вторая. Значит, стягиваем пружины. Для этого берем вороток и головку на 18. Нет. Опять не на 18. Почему здесь 18? Берем вороток. Ага. И головка идет на 21. Та же головка, которую мы откручивали, опускали в верхний болт, центральный болт амортизатора. Значит, устанавливаем стяжки. Значит, данные стяжки имеют такую особенность, что они упираются или сверху, или снизу в чашку, поэтому нужно немножко изловчиться для того, чтобы правильно поставить. Одну, получается, стяжку нужно ставить болтом вверх, а другую стяжку болтом с другой стороны вниз. Стяжки нужно ставить, соответственно, 180 градусов по отношению одна к другой, для того, чтобы равномерно и равномерно закручиваясь, стянуть пружину, чтобы она стягивалась с обеих сторон одинаково. Итак, когда стяжки сделали свою работу, стянули пружину, и когда пружина по отношению к амортизатору начинает уже шевелиться, то есть она уже не держит на растягивании верхнюю чашку с нижней, можно отпускать до конца верхний болт, центральный болт амортизатора и снимать чашку. Так, гайка отпущена. Также можно проверить на наличие люфта, визуально осмотреть, насколько потрескавшись резинка подушки, так как из этого может начаться биение. Можно проверить состояние подшипника, смотрев, крутится ли, болтается ли. Значит, снимаем, в принципе, можно уже снимать целиком. Рассоединяем пружину, отпускаем стяжки, в обратном порядке собираем, стягивая пружину, новую пружину. Когда будем собирать, прикручивать болт, шток амортизатора, иногда, в зависимости от амортизатора, шток нужно рукой вытащить, для того, чтобы нагружить гайку. Это так долго надо? По поводу сборки. Пружины имеют разный диаметр. Верх, точнее, в данном случае низ, там будет вверх, так как приложить излом, отломанный кусок пружины, сравнить, то, скажем, это было снизу. Диаметр данного витка больше, чем диаметр другой стороны. Соответственно, нижняя часть пружины, виток, нижний виток, который упирается в нижнюю чашку, будет должен быть диаметром больше. Соответственно, пружина переворачиваем для того, чтобы установить. Говоря о чистоте, я предполагаю, предпочитаю вычистить все, что можно, подшипник, снять всю грязь, снять всю пыль с него, чтобы не попадало ничего внутрь, чехол, который надевается на пружину, вычистить, так как в нем остается ржавчина с металлом, предыдущей пружины, чтобы она не при нагрузке, при трении, не раздирала облицовку. новой пружины. На чехле видно место, где упирался обломок пружины. То есть, все возвращаем после чистки в обратном порядке, устанавливаем на место. Стяжка новой пружины. Стяжки ставил так же, как и при стягивании старой пружины. Направление разное, то есть, здесь головка болта, здесь головка болта. В данном случае, верх пружины, край, крайний виток, одна пружина была на следующем витке прямо напротив, параллельно. Точнее, в одной плоскости. Скажем, это важно, так как потом, устанавливая обратно, стяжка может начать упираться в какую-то верхнюю или нижнюю чашку. Используя подгрученный материал, соответственно, коробку разобрав с новой пружины, сделал подкладку для того, чтобы на асфальте не царапать пружину, соответственно, не вызывать лишнюю ржавчину, не провоцировать ржавчину на пружине. И так, стягиваем. Так, по поводу стяжки новой пружины. Как я предполагал, что может не все пойти так гладко, значит, стяжки устанавливая при снятии старой пружины, так же, как и при новой, ставим так, исходя из структуры строения, точнее, самой пружины. То есть, при стягивании старой пружины я установил стяжки, исходя из длины болта, которая нужна. Когда пружину начал стягивать, подготовил, установил, то есть, есть, смотрим, есть ли место, куда его стянуть. Так же, здесь есть место внизу, скажем, болт не упирается в чашку, так как нижняя чашка по диаметру больше, соответственно, если я эту стяжку поставил в предыдущий раз наоборот, у меня болт упирался в нижнюю чашку, головка болта упиралась. Соответственно, при установке новой пружины проще делать так, устанавливаем пружину не стянутую в стакан, ставим на чашку в правильное положение, ставим сверху упорный подшипник со всеми перчиндалами и смотрим, с какой стороны стяжки лучше поставить. В данной ситуации мне пришлось стяжки развернуть наоборот, то есть, теперь эта стяжка идет вниз, а это идет наверх. напротив, напротив, независимо от того, как стояло, остались стяжки при снятии старой пружины. В данной ситуации у меня болт будет упираться, но он пойдет скользь нижней чашки, а если бы стало наоборот, то упирался, головка упиралась в чашку, соответственно, пружину не мог поставить вниз. В данном случае получается, что я начну стягивать и у меня пружина будет лежать в чашке, а не висеть в воздухе. Будем пробовать. Обратите внимание, при стягивании новой пружины в случае, как у меня, одна из стяжек одним своим концом держится за виток, который меньше по диаметру с центральными витками. Соответственно, сам болт с резьбой он может упираться в пружину. Соответственно, когда мы стягиваем, если мы начнем стягивать пружины одинаково, как у меня получилось, я заметил, что болт начинает рвать оплетку пружины. Ну, соответственно, чтобы не провоцировать ржавчину, лучше, чтобы этого не допускать. Соответственно, тогда для этого нужно больше приоритета давать данной стяжке, чтобы пружина сжималась в ее сторону немного больше. Соответственно, подтягивать нужно обе стяжки, но эту стяжку нужно тянуть чуть-чуть больше и немножко быть ею впереди, чтобы пружина была немного вогнута в одну сторону. Обратите на это внимание. Так, я стянул стяжки недостаточно в глубину. Если мы сейчас возьмем пружины и посмотрим, немножечко надавим рукой, то нам вполне хватает избы на штоке амортизатора для того, чтобы наживить гайку. Когда мы наживем гайку, это даст нам возможность подтянуть еще немного сдавить пружину, соответственно, практически закрутить гайку на центральном штоке и тогда снять стяжки. В моем случае у меня получилось поставить стяжки так, как я хотел. Скажем, вот здесь шток получился довольно длинный и болт не упирается в нижнюю трубу, нижнюю чашку. Сверху опять же места хватает, а вот низ, скажем так, я промахнулся где-то на полсантиметра, потому что если посмотреть куда садится пружина, куда она упирается в чашке, примерно ну может миллиметров семь, соответственно, я не могу ее сейчас поставить, так как у меня болт сел в прорезь в чашке, то есть что относительно нижней стороны этого болта, то болт сел в прорезь между краями чашки, соответственно, если бы я поставил стяжку немножко правее, то пружина бы села бы так как надо прямо в край, уперлась в опору чашки, но это ничего страшного, так как пружина немного ослабее, и можно будет немного повернуть. сейчас центральный болт фиксируем гайкой, снимаем стяжки. Так, я стянул, точнее, разжал пружину, все получилось, все хорошо, значит, почему стяжки не получилось ставить одинаково на стороновую пружину в одном тоже месте, значит, в данном случае я поставил стяжки и все хорошо, то есть пружина я повернул, она уперлась так, как положено, значит, если стяжка при растягивании пружины, когда уже полностью ослабла, стяжка один конец уже свободен, второй может быть зажат между болтом, то есть его нужно просто бить по направлению пружины, просто взять и молотком побить и стянуть, но для этого соответственно сначала лучше брызнуть ВДшки, чтобы она не раздирала в лицовку, так ставим на место, центральный болт я не затягивал стойки, а только закрутил сколько можно было, но и без затяжки, затяжку будем производить, когда стойка будет установлено на машину, так я закрутил нижнюю часть стойки, поставил обратно шланг и провод, значит, пружина, значит, по поводу стойку пальца, он выше, чем стойка, нам нужно стойку приподнять, что мы делаем, мы снимаем домкрат, ставим его под шаровую опору, подпираем, 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 отстал в один уровень, значит, готово, наживляем гайку и отпускаем, в принципе, закручиваем до конца гайки и просто наживляем, чтобы не делать смещение, и отпускаем домкрат, в принципе, после этого, когда закрут, затянем все гайки, значит, проверяем гайки эти, эту, все хомуты, закрутили все снизу, установили колесо, пустили машину, поставили на землю, сняли домкраты, затягиваем, привет еще раз, у меня села батарея, поэтому не дописал я то, что хотел, но что я хотел сказать, последнее, стойку амортизатора затягиваем, тогда, когда колесо на машину уже поставили и сняли с домкрата, тогда под весом машины пружина сожмется, и стойку амортизатора будет, тем июнь, проще, значит, о снятии, в сегодняшнем видео я показал, как стягивается пружина, старая, сломанная, но это для тех, кто не ленится, в принципе, можно сократить время и, наверное, для лентяев, можно просто, пока машина стоит на земле, нитка поддомкраченная, на своих колесах, отпустить центральный болт, открутить полностью гайку амортизатора, амортизатора, соответственно, после этого машину поддомкратить, колесо опустится вниз, пружина разожмется, соответственно, не нужно стяжками будет мучиться ее, устанавливать стяжки, целиться и стягивать, все будет проще, открутили вверх, поддомкратили, раскрутили низ, вытянули, уже все в разобранном виде, соответственно, чтобы собрать, сначала надо сжать пружину, установить, закрутить все на месте, собрать стойку и тогда уже устанавливать. Так, в принципе, ничего сложного. Так, всем спасибо, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Пока!